Всем привет! С вами канал ArtMoney. Смотрите, наконец-то наступил тот день, когда я буду пить эти лекарства. Ура! У меня три пачки. Я сразу купила три пачки. Купила их в аптеке RU. Вот она, аптека RU. Так, вышла у меня на сумму. Вот сумма. Там не буду показывать, потому что там мой номер телефона не хочу. Вот. Сейчас я буду ее вскрывать и смотреть. Я пила уже как-то раз. Месяц пропивала, потом еще покупала. Но купила я одну штуку, и она очень быстро закончилась. И так получилось, что мы с ребенком попали в больницу. И, то есть, уже когда я вышла после больницы, прошло очень много времени. Пока адаптация. Снова болезнь, болезнь, болезнь. Короче, прошло много времени. Я не стала брать больше. Вот. Поэтому, девочки, кто покупает, покупайте сразу три пачки. Как раз курс. То есть, три месяца курс. Пачки хватает на месяц, по-моему. Да, 60 штук, значит, три таблетки в день. Покупайте сразу. Тем более, если вы уже пробовали пить. Лучше сразу. Потому что в прошлый раз я пила, ну, как бы так. Но они, в принципе, мне довольно, кстати, хорошо помогли. Волосы начали расти. Стали более такие хорошие, такие. Прямо как положено. Кто тут сидит у меня. Кушай давай, Дима. Более такие прям, ну, классные. Это будет отдельный ролик. Че и как. Я еще буду записывать. Вот. Немножко уже волосы отросли. Не такие прозрачные стали, как были. Капусткой. Заедай, Дима. Вот. Потому что были они, конечно, ужасные. Сейчас лучше гораздо стало. Но лучше стало, потому что я пила еще. Здесь у меня творческий беспорядок. Пила вот такое вот лекарство. Мне мама его дала. Вот. Ну, это то забыла, то выпила, то забыла, то выпила. Вот сегодня там осталась последняя таблетка, но она там прилипла, короче. Я сегодня допиваю и начинаю пить уже сразу те, потому что надо срочно. Сегодня у нас, кстати, 1 марта. И как раз у меня получится март, апрель и май. То есть, вот так вот. Вот. И как раз у меня сегодня 1 марта. Получается март, апрель и май. Как раз в мае я заканчиваю пить. И у меня уже... Я надеюсь, что в мае уже будут такие хорошие волосы, густые. Ну, очень надеюсь, что они немножечко хотя бы подрастут. Потому что я очень сильно хочу покрасить их. Покрасить тот другой цвет, который мне очень понравился. Ну, там будет видно. Если они выздоровеют, если все хорошо будет, тогда покрашусь. Если к маю они не выздоровеют, то в этом году краситься не буду. Оставлю, наверное, на следующий год. Посмотрим. Да, зайка? Кусит! Кусит, Дима! О, 3 минуты проболтала. Вот, видите, с вами. Не получается у меня. Многие блогеры за 3 минуты успевают рассказать всю свою жизнь, наверное. Да? Ты что делаешь? Тоже камеры держишь, что ли? Да? Козявка? Куси давай. Дима у нас кушает. Я сейчас буду пить кофе. Оно смотрится тут, как луна таким стала. Сейчас мы покушаем. У нас сегодня понедельник. Да, сыночка? Понедельник. У нас сегодня хочешь похулиганить, да? Сразу надо похулиганить на камеру. Как же. Вот, сегодня тоже должен прийти мастер. Видите, у нас еще пока срачевник. Но к концу недели вроде... Я очень сильно надеюсь, что что-то поменяется здесь. Что вот этот весь срачевник все-таки туда и уедет. Дай? Да. У мамы лили тоже, как у мамы лили. Девчонки перепутала. Две таблетки. Ну, по одной таблетке два раза в день. То есть утром и вечером. 60 таблеток. Что-то я, короче, это... Уже не помню. Так, даже не видела. А, вот тут. Здесь я видела. А, вот написано. Одна таблетка два раза в день во время еды. Короче, так. Вчера, кстати, еще снова в аптеке РУ заказывала. Кстати, так удобно. Там и дешевле некоторые препараты. Анальгин заказала. Еще заказала свечки для Димы. Димочка еще до сих пор у нас чуть-чуть лечится. Я уже температуру не меряю. Месяц. Да, наверное, около месяц. Перестала мерить температуру. Но она не поднимается высоко. Но мы чуть-чуть еще продолжаем лечиться. То, что нам инфекционист назначил. Мы ходили к платному, кто помнит. Вчера я покупала свечки. Их-то надо принимать два раза в неделю. Чтобы уж там точно все побыстрее убилось. Но иногда я вижу, что у меня ребенок поднимается температура немножечко. Щечки становятся красные. Поэтому, кстати, вот он ходит у меня наполовину раздетый. Чтобы температура... Потому что, когда держишь ему кофту, он горячий весь становится. Чтобы как-то это сбалансировалось. Ну и заодно... Как там... Моржи-то вот они привыкают, да? Вот Дима тоже. Взяла два, кстати, препарата. Оба были в каждом таком мешочке. С ручечкой. Удобно. Вот знаете, я когда забирала, мне дают такие два мешочка. Я думаю, вот так человек закажет 20 препаратов. И будет у таких вот 20 мешков. Думаю, что у них там монт такая появилась новая. Дэй, козявка. Ешь, давай. Лайки, лайки, лайки. Ставь лайки. Та-да-да-да-да. Дима мясо жует у нас, походу. Дэй. Что там делает Дима? Смотрите, он учится резать ножничками. Конечно, все это под присмотром. Первые попытки. Ну, вот. Треугольник. Сам отрезов. Ну, была вот она, квадратная просто. Горость какой классный. Да. А рот ты открываешь зачем? Ммм? Димочка. Мам. Тяжело, да? Я помню, ребенком была. Так уставали руки. А надо отрезать что-нибудь. А руки уставали. А там у нас мастер обои клеит. Горость. Трягия. Да. Трик. 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 Продолжение следует...